Деревня Мамонова, развилковского сельского поселения. Здесь, на самом обычном приусадебном участке, в летний период открылся литературный кружок для детей под открытым небом. Ставший своеобразным экспериментом, этот проект позволяет каждому получить новые знания прямо на свежем воздухе. Более 500 книг находятся в фонде этой летней библиотеки. Сказки, фэнтези, произведения из школьной программы и даже церковная литература. Каждый найдет себе увлекательные страницы по душе. Несколько раз в неделю здесь проводится чтение для детей. Ребята собираются за одним столом и вместе узнают о приключениях героев книг. Впрочем, эти встречи не ограничиваются только чтением. Для слушателей предусмотрены и самые разнообразные развлечения. Мы делаем что-то руками всегда, каждое занятие. У нас есть художественное, мы иногда рисуем. Мы играем в игры с более старшим поколением, с моими сверстниками, чуть более младшие. У меня есть разные виды настольных игр. Мы играем в них. Аудитория литературного кружка не только дети, но и взрослые. Ребята приходят сюда с родителями. И все как один отмечают уютную домашнюю атмосферу. Многодетная мама Светлана Малеева, ее сыновья и дочери – частые гости в летней библиотеке. Здесь нам нравится то, что на свежем воздухе мы. Потому что дети совсем маленькие. Вот, видите, ему два с половиной года. Если он чуть-чуть устал, там книжку какую-то смотреть, мы вышли, можем с самолютиками поиграться. А Влас в это время занимается с Ксюшей. Мне здесь просто очень удобно. Это такая же атмосфера, как у нас дома. А что же, ребята, как им знакомство с литературными персонажами в такой непринужденной обстановке? Летом мне сюда интереснее приходить, чем в обычную библиотеку. А почему? Потому что здесь можно поиграть с друзьями и на свежем воздухе можно почитать. Я всегда жду встречи в этом литературном кружке. Я люблю ходить в эту летнюю библиотеку, потому что я часто здесь встречаюсь с друзьями, здесь весело. Хозяйка и идейный вдохновитель литературного кружка – 14-летняя Ксения Шмелева. Девушка хочет стать библиотекарем, и этот проект – ее первый шаг на пути к мечте. Моя задача в том, чтобы дети, которые приезжают к нам в деревню, те, кто живут здесь, они могли брать книги и получать тоже какой-то досуг с развлекательным. Но, конечно, сама Ксения не справилась бы в одиночку. Большую поддержку оказал отец девушки, который, узнав о начинании дочери, взял на себя решение множество насущных вопросов. За два месяца его силами и трудами на участке появилось новое сооружение. В основном организационная часть, да, на мне. Это помощь со стройматериалами. Съездили, привезли, там купили, распилили, поставили, собрать, шурупы закрутить, стенки прикрутить. То есть моя такая вот именно помощь. Проект «Литературный дворик Сюшна-Сказка» выдвинут на губернаторскую премию «Наша Подмосковья» в категории «Инициатива». И это действительно та инициатива, которая заслуживает внимания. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская. Видное ТВ.